Поход на ярмарку всегда настоящий ритуал. Это и любование, и выбор, и торг, и, конечно же, общение. Ярмарка у кинотеатра «Искра» достаточно популярное место. Что же притягивает сюда жителей? А давайте узнаем. Обслуживание хорошее. И вообще все, что пожелаешь, все есть. Даже обувь, которая для нас, для старых, и то есть. Мы следим, когда приезжает ярмарка. Нам очень нравятся овощные палатки. Ходим целенаправленно в данные места, потому что товар всегда свежий, цены приемлемые. То есть качество, цена все соответствует. Осень, пора заготовок и, конечно, сборы урожая. Семья Федоровых приехала на ярмарку из Чувашии. Всю представленную продукцию они выращивают самостоятельно. Помимо свежих помидоров, картошки или яблок, Владимир может предложить семена и сушеные травы. Каждый раз пытаемся удивить, чем мы. Вот капуста, кале. Сейчас новый вид разновидения с капустой. Его обычно жарят. Замачивают в молоке, потом листья панируют, панировка и жарят. Очень вкусно получается. С яичницей можно, без яичницей. Кому как нравится. О пользе меда знают все. Евгений Гришин – пчеловод в третьем поколении. На ярмарку приезжает не первый раз. В его палатке представлено около 20 сортов меда, перга и даже соты. Любимый – это алтайский мед, это липа классическая, акация белая. Ну и таежный есть меда. Как мы заметили, продавцы бережно относятся к своему здоровью и здоровью своих покупателей. Кому бы мы ни обратились, все находятся в масках и перчатках. Покупатели тоже могут сами себя обезопасить при входе на ярмарку, воспользовавшись антисептиком. Я одеваю маску в основном, чтобы, как говорится, обезопасить себя. Ну и считаю, что все остальные тоже должны одевать маску. Действие соблюдают все в перчатках, масках, все как следует. В последний теплый осенний день на ярмарке многолюдно. Помимо продуктов, многих интересует и теплая одежда – куртки, шубы и шапки. Белорусский товар – это очень хороший. Это уже проверено, потому что у меня знакомый живет в Минске. И мы знаем этот товар. И так же, как и не только одежда, но и молочные продукты, вы же понимаете. Поэтому нет, Белоруссия, слава богу, нам помогает. На ярмарке можно найти что угодно. Вот и я нашла себе товар по душе. Я, признаться, очень люблю сыр. Расскажите, пожалуйста, откуда приехал ваш товар и что, в принципе, у вас представлено? У нас представлено белорусское фермерское хозяйство. Все сделано с натурального продукта. Сыры тоже натуральные, не продукт. Никаких заменителей, ничего нет. Мясная и молочная продукции из Белоруссии не меньше, чем одежда, пользуются популярностью среди видновчан. Семья Голубевых целенаправленно приходит на ярмарку именно за ними. Качество, цена. Что может быть определяющим в выборе? И дети, дети. У нас семеро детей. И это показатель того, что, когда мы приходим с ярмарки, пакеты опустошаются моментально. В ярмарку кинотеатр «Искра» продолжит работу до воскресенья. Посетители здесь ждут с 10 утра до 7 вечера. Александра Столярова, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видно этого.